Заседание Межведомственной комиссии по охране труда прошло с участием представителей муниципальных учреждений, которые сообщили, как в подотчётных организациях соблюдаются нормы охраны труда и трудового законодательства. Начальник управления по делам молодёжи и туризму Рамазан Шихалиев в своём докладе отметил, что управление утвердило план проведения контрольных мероприятий в отношении подведомственных муниципальных бюджетных учреждений. На основании приказа проведена проверка Центра досуга детей и молодёжи «Современник». С 31 мая по 2 ноября текущего года была организована и проведена специальная оценка условий труда, по результатам которой условия труда на рабочем месте по степени вредности и опасности являются для всех работников допустимыми условиями труда. На сегодняшний день с целью соблюдения законодательства в части условий труда на рабочем месте ведётся работа по подготовке дополнительных соглашений к трудовым договорам. В целях соблюдения трудового законодательства во время приёмки летних пришкольных оздоровительных лагерей и образовательных учреждений перед началом учебного года проводится документарная проверка. В обязательном порядке наличие медосмотра сотрудников, нормативных приказов и инструкций, ответственных лиц за соблюдение мер по безопасности детей и работников. В десяти образовательных учреждениях назначены ответственные лица за охрану труда. Семи специалисты предусмотрены в штатном расписании. В следующем году управление образования приступит к работе по формированию служб охраны труда в учреждениях. «Мы планируем в 2018 году всё-таки посмотреть методику формирования штатных расписаний, которая утверждена постановлением. И если всё-таки возможность позволяет в штатном расписании ещё вводить дополнительно эти штатные единицы, то будем рекомендовать руководителям вводить эти штатные единицы». Заседание межведомственной комиссии проходило под председательством начальника управления по труду и социальной защите населения Оксаны Акимовой. Она отметила, что эффективному управлению охраной труда и соблюдению нормативных требований в Губкинском способствует взаимодействие всех муниципальных учреждений. «В целом я считаю, что вообще работа по охране труда в городе, в общем-то, у нас организована на должном уровне. Я хочу сказать, что наши производственные предприятия, у них созданы и службы, управления по охране труда. И, в общем-то, там вся эта работа налажена, ведётся в постоянном режиме. И хотелось бы, чтобы более активно включались в этот процесс профсоюзы, уполномоченные члены профсоюзных организаций по охране труда, чтобы они были помощником работодателю, чтобы совместно какие-то разрабатывались вопросы, принимались решения, находились финансовые средства». Работа по поддержанию безопасных условий труда в Губкинском и соблюдению норм трудового законодательства будет продолжена. По итогам 2017 года будет проведён мониторинг, в ходе которого будет анализироваться численность специалистов, прошедших обучение по охране труда, результаты оценок условий труда и другие показатели. Следующее заседание Межведомственной комиссии по охране труда ожидается в следующем квартале. Валерий Усманов, Алексей Магин, Новости Губкинского.